Несмотря на то, что осень в самом разгаре, дождей на Кубани по-прежнему мало. Опавшую листву и сухую траву многие белореченцы предпочитают утилизировать привычным для них способом – просто сжигать. К сожалению, распространение огня не всегда удается контролировать, что приводит к серьезным последствиям. В проблеме разбиралась Вера Савельева. Одно из возгораний произошло вчера утром на заднем дворе дома 205 по улице Революционной. Костер, в котором сжигали коробки, перекинулся на сухую траву сначала этого, потом из соседнего участка. Узнать какую-либо информацию у хозяев дома, на территории которого начался пожар, у нас не получилось. Они попросту не открыли дверь. За комментариями мы обратились к хозяйке дома номер 201, которая и вызвала вчера пожарных. Не вышли бы мы в огород, не увидели. Получается, мы бы просто сгорели. Здесь, во-первых, вот этот участок, он, говорят, кому-то принадлежит, но мы здесь живем полгода вот эти. То есть с мая месяца мы здесь живем, мы купили этот дом, мы ни разу никаких хозяев не видели. За участком никто не ухаживает, ни возле дома не косят. Мы там частично укосили у себя, покосили у них, потому что вид страшный просто. И вот этот сухостой, он вчера как вспыхнул, как все это пошло. Но неужели вы не видите, вы взрослые люди, на вид адекватные. Неужели не видно, что это может очень, ну, трагедией закончиться. Последствия пожара могут быть непредсказуемыми не только для строений, но и для магистрального газопровода, проходящего через этот участок. Тушение пожара было осложнено еще и тем, что из-за малого количества осадков воды в скважинах обоих участков практически не было. Шланг, который достали хозяева дома 201, оказался бесполезен. Ну, это очень страшно. И люди не понимают, что вот эти соседи, что вот эти соседи поджигают. Ну, здесь все остановились. Вот эти жгут постоянно. У них вот здесь вот находится целый склад с коробками. Они сортируют коробки, картонные коробки, они говорят, они у них под яблоки. И вот здесь вот делают костер и жгут. Только за последние четыре дня было зафиксировано шесть пожаров, на которые были направлены силы белореченских огнеборцев. Сколько возгораний было на самом деле, когда со днем пытались справиться самостоятельно, нам неизвестно. Но пока что сократить количество пожаров не получается даже с помощью штрафов. И ежедневно в нашем районе фиксируются все новые очаги возгорания. А все потому, что белореченцы продолжают жечь мусор и сухостой, нанося непоправимый вред природе и рискуя спалить не только свой дом, но и дома соседей. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.